Минифутбол или как его еще называют футзал приобретает все большую популярность среди молодежи, а тем более в наших суровых северных широтах. За окном минусовая температура, а на крытой спортивной площадке разгораются нешуточные страсти. Так проходит традиционное первенство Мурманской области по минифутболу среди юношей. Большой праздник минифутбола это несколько дней яростного противостояния команд со всех уголков региона. Сегодня ареной для юных спортсменов стал зал Дюсша номер 10. Команда этой школы также является одной из восьми заявленных команд. На минифутбольной площадке правила просты. Четыре в поле, один на воротах, все по свистку арбитра и как в большом футболе золотое правило всех времен. Не забиваешь ты, забивают тебе. Радость от долгожданного финального свистка может полностью ощутить только тот, кто в течение двух таймов по 15 минут буквально вырывал у неудобного соперника победу. Именно так происходило в этой полуфинальной схватке футболистов из Североморска и Мурманского Дюсша 10. Победа с минимальным отрывом в один мяч для юношей из флотской столицы это путевка в финал, где их уже ждет очень грозный противник, мурманская команда Лапландия. Всероссийские победители под предводительством капитана Никиты Маркевича. Конечно, рассчитываю поехать на северо-запад, так хочется. Собрать командную игру, поставить им свою тактику и настроенную игру. Победитель областного турнира поедет на северо-запад, а оттуда можно пробиться на всероссийские соревнования. Перспективы Лапландии достаточно широки. В этом турнире они легко побеждали соперников с разгромными щитами. 14-0, 16-0. Безусловно, это заслуга тренера команды, который с нуля собрал коллектив, работающий как единый организм. Хотелось бы, конечно, выиграть этот турнир, потому что наша команда, я считаю, на голову сильнее всех. И поехать на северо-запад, который будет в Гатчине в январе месяце, и представлять Мурманскую область на этих соревнованиях. Первое место в кармане, как и ожидал тренер. Футболисты Лапландии уверенно выиграли североморцы в финальном матче со счетом 9-2. Путь мурманчан к спортивному Олимпу продолжается. Особенно это важно для юношей такого возраста. Ведь без игровой практики невозможно не только попасть в лучшие клубы страны, но и хотя бы просто пробиться в команду мастеров на местном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...